У начальника производственно-технической службы одной из управляющих компаний Романа Зайцева забот хватает. Только недавно закончено внедрение автоматизированной информационной системы государственной жилищной инспекции, сокращенно АИС. Теперь любой пользователь интернета в считанные секунды может узнать о месте своего проживания в буквальном смысле все. Все управляющие компании обязаны были предоставить данные по каждому дому, по каждой квартире, которые вручную вводились в общую систему. Раскрыть как бы программу по внесению, да, мы вносим уже непосредственно, она разбивается у нас улицы раскрывая дальше мы видим дома определяем определенный дом начинается у нас с фотографии дома фотография дома то есть как он внешне выглядит и и по вкладочкам можем выйти и общие данные то есть кто является управляющей компанией здесь указывается то есть вся техническая информация, которая собрана за весь дом Данные действительно исчерпывающие год постройки, год ввода в эксплуатацию количество этажей, подъездов, лестниц из какого материала сделаны стены степень износа здания, количество жильцов создатели постарались, чтобы на любой вопрос клиент мог найти ответ и с оплатой не всегда понятно, понимаете и добиться чего-то конкретного не всегда понятно то есть некоторые договора заключаются на тот же газовой службу, например какая газовая служба меня обслуживает, я не знаю зато система знает несколько нажатий мышкой и все данные по организациям, которые обслуживают конкретный дом как на ладони подобная информация будет полезна не только жителям она способна значительно облегчить работу и самим сотрудникам жилищно-коммунальной сферы областей применения хватает для составления отчетов, для разработки планов то есть это не искать по отдельным папкам по отдельным бумажкам, по отдельным файлам это можно получить все в единой системе именно эта уже существующая система созданная для нужд государственной жилищной инспекции стала прообразом для создания новой базы единой информационно-аналитической системы ЖКХ ее возможности будут еще шире в частности, жители смогут в деталях увидеть сколько средств и за какие конкретно услуги им придется заплатить там будут уже вноситься данные по жителям собственникам, да, жилых помещений и арендаторам вот, и эта программа должна будет быть наполнена всей информацией до Нового года по заявлению администрации Московской области с 1 января будущего года жители имеют право не оплачивать единый платежный документ если информация о размере платы не размещена в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства или если сумма в платежке не соответствует той, что указано на сайте Максим Козлов, Евгений Петров Анастасия Нурхонова, Видное ТВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова